Всем добрый день, здравствуйте. Зовут меня Катузина Ирина, я тренер-визажист-косметолог нашей компании. И сегодня мы с вами поговорим достаточно интересную тему, я считаю, более интересную для женщин, чем любого возраста. Это момент декоративной косметики. Немаловажный раздел нашего каталога, и вы убедились и убеждаетесь каждый раз в этом сами, потому что у нас очень большой ассортимент декоративной косметики. Согласны со мной. Делятся они на три группы. Это Виженс, это Орифлэм Бьюти и направление Джертанин Кот. Какая косметика, кому больше всего, вот такие вопросы, а вот это что такое, а это и так далее, и так далее. Но обратите внимание на дизайн. Я вот только с этого начну. И сразу все точки на две поставлю. Направление косметики Виженс. Дизайн полупрозрачный. Да, он стильный, да, но ничего навороченного и такого сверхъестественного мы не видим. То есть элементарно открываем колпачок помады и пользуемся. Двухсторонние карандаши для губ, двухсторонние карандаши для глаз. Точилочка есть. Подтачиваем и пользуемся. Тени, направление близнецов и направление очень интересного. Знаки Зодианка, да, то есть там более интенсивные оттенки, красочные, сочные, нежели направление близняшек. Они полупостыльного направления, легкого, полупрозрачного. То есть учитывая направление девочки, да, то есть более молодой кожи, более легкости в макияже, требованиями на такие косметики, то же самое тональное средство, но направление, допустим, корректирующих средств с септической добавочкой. Почему? Потому что свойственно перед углового созревания, ну, есть такое дело, да, такие нюансы возникают. Это первое мы с вами разобрали. Дальше Reflame Beauty. Самое объемное, самое массивное направление декоративной косметики. Здесь огромное количество тональных средств, которые идеально подходят для определенного типа кожи, чтобы вам с этим тональным средством было комфортно. Идет два направления пудры. Мы знаем, что с матирующим эффектом, в свою очередь, способствует сдержать проявление активности сального секрета и с эффектом выравнивания, да, то есть уже какая-то микрорельефность уже появляется, морщинки, чтобы сгладить и выровнять поверхность кожи. Визуально добиться идеального качества ее. Следующее, есть очень много продуктов, которые бы подчеркнули и освежили макияж в области века, ресниц. Направление туши, цветные классические, черные. Направление теней, компактные, рассыпчатые, муссовые, устойчивые на водной основе, кремообразная текстура. То есть да, в зависимости от того, что мы хотели бы и какой тип кожи и состояние на сегодняшний день мы имеем, чтобы даже с декоративной косметикой нам с вами было комфортно и уютно в течение всего дня. Ну и естественно направление помад. Очень много. То есть это интенсивно яркие цвета, полупрозрачные, активный, устойчивый и глянцевый блеск. Это актуальная помада на сегодняшний день. То есть яркие и такие выразительные цвета осенне-зимнего направления. То, что сейчас шесть оттеночков мы видим как бы в блеске. Мы так интересно показали это. Как будто это двухсторонний блеск. Один с оттенком, другой просто влажный эффект глянца на губах. На самом деле это устойчивая помада, которая держится до семи часов в течение дня. Исключая те моменты, когда вы скушали, ну допустим, достаточно жирную какую-то пищу, немножечко из внутреннего участка губ, как бы подсмылся, подсъелся вот этот оттеночек. Тот мы предлагаем, конечно же, обновить. Но обновить нужно правильно. Вы не наносите помаду на тот участок, где она уже есть. Потому что идет момент наслоения и немножечко дискомфортно на губах в этом случае. Плотно как бы утяжеляются губы. То есть аккуратно границы границы подойдите, уложните глянцем, блеском с другой стороны, и вам будет комфортно. А вот сейчас макияж специально я для вас прям продемонстрировала, как выглядит эта помада. Это яркий цвет. Не изменяла бы мне память, по-моему, 83-й они на концах идут, или 73-й. То есть начинаются они, самая последняя цифра берут 3-4, это пятый коралл какой-то там красный. Вот так смотрится эта помада, естественно, с глянцем. И хотела бы внимание ваше обратить на то, что сам цвет, сама устойчивая основа, она не комфортна на губах без вот этого глянца. То есть вы просто обязаны нанести вторую сторону глянца. И если вы в этот момент фиксации цвета сделаете вот это, боюсь, тяжело вам придется... У меня губы... Да. Разомкнуть губы будет очень сложно. Многие пытаются мылом или какой-то салфетки там стереть, да? Ну, жирная основа, на основе масел, восков, как обычно мы это делаем, увлажняющую качество помады. Оп! Боюсь, что прилипнет салфетка-то к вашим губам. Потому что основа-то совсем другого качества. А здесь нужно поработать специальным средством. Для этого у нас работает двухфазная жидкость. Этот продукт вы знаете, взбалтываете, соединяете две фазы и идеально удаляете остатки макияжа на губах. Есть такой эффект, когда вы выходите из душа, косметики нет, но губы остаются. То есть, такой потрясающий, да? То есть, вечная, вечная красота такая от Ariflame. Значит, вот такое свойство наших устойчивых помад. Правильно предлагайте этот продукт нашим клиентам, чтобы они четко понимали разницу блеска и устойчивой помады. То есть, это не блеск, это устойчивая помада, но вот с эффектом такого глянцевого отлива, перелива, влажности на губах очень эффектно. Что еще хотела бы рассказать вам? То есть, в принципе, помад у нас достаточно. В этой серии у нас блестящие помады, которые называются ослепительным блеском. То есть, знаете, помады-карандаши, они идут как в металле, в серебре в основе футлярчика своего. Помада неплотная, нет плотности прокрашивания губ, то есть эффект прозрачности, естественности и вот этой легкости. То есть, там очень много частиц, которые бы передавали эффекты блеска и искр. Здесь, конечно, было бы хорошо и актуально подчеркнуть губы контурным карандашом. Контурные карандашки у нас сейчас тоже поменялись, они стали не механические, их нужно точить. Их нужно точить. Но я думаю, что механика на всю жизнь у нас не уходит, со временем они что-то еще придумают. А так, в принципе, отслеживайте в наших распродажах, спецпродолжениях и так далее. То есть, акции, когда мы распродаем остатки наших серий больше. Что еще здесь нужно сказать? У нас есть подводки. Подводки в виде контурных карандашей и подводка в виде классической тонкой линии, но очень четкой. Делятся они по цветам, опять же, классическая черная. И можете себе пометить, что это актуально на сегодняшний день. Немножечко, ну скажем, зайдем с вами в 70-е, 60-е, тогда, когда было модно вот эти вот носить бабушки на стрелке их так называют. И до сих пор это очень актуально. То есть, если вы подчеркнете свой глаз четкой подводкой, это прям, ну вы прям модница будете считаться. Следующее направление это декоративная косметика Джартаник Голд. Здесь подчеркнута классика, без которой ни одна женщина не может. Почему? Потому что у каждой из нас, во-первых, должна быть, я считаю, красная помада. Вопрос какого направления. Направление цвета холодного или теплого. Все зависит от вашей природы. То, что вы имеете, да, нужно отталкиваться от цвета кожи, от цвета волос в первую очередь, да, и тем самым мы можем подчеркнуть себя на таком мероприятии, как какой-нибудь фуршет, да, какое-то знаменательное событие, связанное тесно с вами. Либо вас пригласили куда-то, то есть эффект декольте, платье, коктейль, планы такого, да. Ну и естественно, в этом случае помада играет роли одежды. Одежды подчеркнут. То есть мы всегда боимся этих цветов. Этих цветов или очень темных цветов, или наоборот очень светлых цветов, то да, игра цветов, она немаловажна. Немаловажный факт такой, но тем не менее бояться этого не нужно, нужно просто померить. Мы вам предлагаем огромные варианты, поэтому вы их приобретая, смотрите на себя в зеркало, с какой одеждой можно что-то одеть и на губы. Да, то есть это именно момент одежды такой, немаловажный. Чем можно побаловать себя из Джордани Голд? Безукоризмные тональные основы, виральнивающие пудры, которые представлены как в компактном виде, так и очень эффективный дизайн с кистью. То есть пудра через легкий взмах переходит на кисть, через кисть, да, и вы переносите ее на поверхность кожи. И опять же таки выравнивающий полупрозрачный эффект, безукоризненный. Классическое направление по оттенкам в макияже помад, более металлического блеска в жидких помадах в направлении Джордани Голд, вы тоже с ними знакомы. Классические туши в двух направлениях, приглушенный черный, как мы коричневый пишем, да, и черный. Опять же таки классическая черная подводка, а как иначе, классика, она всегда была сторонником этого. Тени мягкого, мягкой текстуры, нежной, легкой, кремообразной и с другой стороны с контурным карандашиком. Такого же направления у нас осталось, правда, только на сегодняшний день помады с контурным карандашиком, это пиза, ну и так далее, ремени, знаете эти оттеночки. Пожалуйста, кто может по отношению к своей внешности использовать эти помады, покупайте, приобретайте, рассказывайте про них клиентам, потому что это, ну я считаю, безукоризненное качество. И очень удобно, потому что с одной стороны четкий контур, а с другой стороны вы наносите сам цвет помады. О чем еще можно сказать? То есть мы в принципе вкратце осветили, из чего состоит одна и другая и третья серии, теперь мы окунемся с вами в мир самого волшебного, самого важного действия, как правильно использовать декоративную косметику, в каких целях она, для чего она вообще нужна, да, каким основным качеством она обладает и свойствам отвечает. И естественно, правильно подобрав оттенки, нам нужно разобраться вообще, чего сталкиваться. Мы все прекрасно понимаем, что этого очень много, что мы не в... Мы можем все это себе приобрести, а вопрос огромный ставим тогда, надо ли? А может просто подобрать то, что нам нужно. Ну и не бояться оттенков естественно. То есть вот сейчас мы пробежимся по типажам, которые нам встречаются по природе, причем искусственно, нам свойственно меняться. Какие дамы, да, вы прекрасно знаете. Знаете, такой удобный вариант, когда очень много седых волос, женщина либо делает милирование, либо просто обесцвечивает волосы, то есть просто становится блондинкой. Потому что это удобно, нежели на контрасте, да, темная краска волос и от корней уже пробивается белизна. То есть это некрасиво. Вот такие моменты, как правильно и удобно, и выгодно, да, то есть именно с такой целью мы и будем сегодня подбирать себе косметику и учиться правильно это делать. Итак, мы начнем с вами с того, как мы выглядим. Мы делимся на четыре природы. Это лето, весна, осень, зима. Каждая из них отличается. И это отличие, если сейчас из зала я буду видеть этих людей, я попрошу просто представать, чтобы вам было понятно наглядно, как они друг от друга отличаются и чем непосредственно. Итак, первый тип это лето. Лето имеет прохладный цвет кожи, в основном это цвет слоновая кость, от блондинистых волос по природе до русых. Такой вариант тоже может быть. Но, как правило, это светло-русый либо блондин. Глаза в этом случае светлые, зачастую серые, голубые, серо-зеленые, да, то есть вот такая разновидность в основном. Серо-голубые тоже самое. Какие идеально подобрать оттенки для этой природы? Все цвета спокойные и прохладные, спокойные и прохладные. Естественно, если эта дама покрасится в темный цвет, она становится уже зимой. Почему? Потому что и пишем зиму. Как она выглядит в этом случае? Но очень кардинально-то не меняйтесь. Делайте так, чтобы нас узнавали. И чтобы вам шло, чтобы этот цвет вас не убивал. Есть такой момент, да, когда мы делаем с собой иногда что-то и не знаем, что дальше. То есть вот мы покрасили волосы. Сначала в таком шоке, как бы, находимся. Потом, понимаешь, господи, у меня сублетная надежда. То есть надо выглядеть, да, и мне задают вопросы, что это все теперь менять? Это теперь помада, весь макияж меняет, одерев. Я говорю, ну, а как же вы хотели иначе? Если вы решили, значит, что-то расподвигло на этот шаг, вы же решились на это? Или вы абсолютно не понимаете, где белый или черный? То есть прекрасный человек осознанно шел на это. Значит, вы не останавливаетесь, идем дальше. Итак, мы превратились в зиму. Допустим, вот вариант. Почему? Потому что очень похожий. Но стоило нам поменять цвет волос, мы кардинально уже изменили себе. Цвет кожи остался бледный, это свойство на зиме. А бывает еще, знаете, такое низкопроцентное молоко. Светло аж в голубизну. Темные волосы. В этом случае глаза могут быть черными, могут быть серыми, ярко-голубыми. Такое тоже может быть. Либо карие, как мы. То есть черный глаз от карио все-таки отличается. А в этом случае интенсивность цветов возросла. Какой там спокойный, прохладный. Яркие, холодные тона. Вы теперь такая. Вы совсем другая. Внешность стала более какая? Узнаваемая, выразительная. Да, появился стержень четко в вашей внешности. Эту внешность вы должны подчеркнуть. Представляете, на эту внешность. Серый костюмчик. Такой невзрачненький такой. Тени голубенькие, нежненькие. И нежно-розовенькая помадка. Ку-ку, где вы? Видна одна голова. Логично? Значит, соответственно, к этой голове нужно что-то еще. Чтобы вас видели, как целый образ. Следующее. Теперь давайте посмотрим на весну. Весна очень, достаточно близка с летом. Но цвет кожи персиковый. Они тоже блондины. Но здесь блондин холодный. А весна волос пшеничный, золотой. И цвет кожи персиково-абрикосовый. Зачастую глаза нежно-зеленые. А кари-желтые глазки. То есть такая мягкая внешность. Или это тоже мягкая, но прохладная. Видит прям прохладная. Весна более мягкая, более теплая внешность. И идеально подобные цвета. Все спокойные, но теплые. Либо нейтральные. Нейтральные цвета здесь, в принципе, они подходят всем типажам, о которых мы сейчас по природе рассматриваем. Нейтральный цвет, он подходит ко всему. Это классическое выполнение макияжа, скажем, такого делового. Не сброского, спокойного. Но есть четкость в ваших контурах губ и глаз. Все зависит, конечно же, от нашего настроения прежде всего. От той ситуации по жизни. То есть это рабочий. Макияжи все делятся. Это может быть эффект карнавала, вечернего макияжа. Это может быть дневной, деловой. Может быть спортивный, даже существует спортивный макияж. Вот есть многие женщины, которые говорят, ну не могу без косметики выйти. Галышом я не могу. А никто, собственно, не сопротивляется на этот счет. Поэтому для спортивного макияжа, естественно, актуальные цвета какие? Легкие, спокойные, чтобы не сказали ха-ха, куда же ты выгляделась, боже мой. Ты садишься на тренажер, с ярко-красными губами и вот такими стрелками. Стройка пота, ну и так далее. То есть это хочется сделать вот так. Блеск на губах должен быть. И даже если ты сделаешь так, смахнешь капельку кода с поверхности кожи на лице, ничего не случится. А если ты махнешь рукавом по красной помаде. То есть, да, вот такие моменты. Они достаточно важны для нас. Ну и наоборот. Мы придем с нежным, спокойным, полупрозрачным макияжем на вечерину. Там, где должен быть четко выразительный контур. Больше блеска, больше эффектов таких декорированных каких-то, да. Четкая бровь, ресницы большие. А у нас нежно-голубая тушь по ресницам. Где ты? Ку-ку, тебя не видно. Логично? Логично. Человек там полтора часа пыхтел. Там работал над собой. Да идеально выравнивал кожу. Эти недостатки не видны вечером. Полумрак. Тебя не видно никак. А дневное освещение, вот здесь, да, здесь ты будь любезно постарайся. Работай над качеством своей кожи. Ты можешь даже не одеть какие-то цвета в виде теней. Просто припудрить зону века. Уже аккуратно смотрится. Вот такие моменты. Итак, мы закончили с вами на весене, что здесь немножечко другая внешность, в отличие от лета. Там, где веет прохладой, а лето у нас теплое. Это совершенно верно. И переходим плавно в осень. В первую очередь осенние типажи – это наши природные шатены. Это в первую очередь. Всем известно, как они выглядят. Цвет слоновой кости, конопушки, светлые глазки и рыжие каштановые волосы. Это наши шатены. А если я захочу окрасить свои волосы в теплый красный цвет или ярко-апельсиновый, разве я останусь такой, как я сейчас есть? Нет. Внешность другая, краски другие и одежда будет совсем другой. Логично? Логично. Итак, что подходит нашим осенним типажам? Во-первых, это краски природы. Мы их пишем так. Это различные направления зелени. Это краски золота и бронзы. Это коричневые цвета. Вообще зелень и коричневые считаются, относятся к нейтральным оттенкам. Они в принципе все идут. Но зелень бывает разная и коричневые цвета бывают. Если мы, скажем, в нейтральный коричневый цвет спокойно такой добавим, синего, какой он будет? Холодный. Логично. А если мы добавим желтый? Будет теплый. А если добавим красный? Конечно, тоже теплый. Ну, смотря какой красный. Да? Тут тоже есть цвета самостоятельные. Нельзя сделать ни как черный, нельзя сделать ни как белый. Самостоятельные цвета. Нельзя ни из чего сделать желтый цвет. То есть, дополнительные цвета и те цвета, которые можно собрать. Опять-таки, все это можно делить, разбавлять. Это наши с вами желания, это наши с вами фантазии и так далее, и так далее. Итак, мы разобрали с вами четыре природы. То есть, как они выглядят. Наша задача научиться теперь видеть это на людях и проводить стараться мастер-класс. То есть, когда вы будете общаться с вашими клиентами, либо новоиспеченными консультантами, и собираться грубо, как бы, пользоваться косметикой, не бояться уже знать, куда и что, все это, конечно, познается в практике. Потому что так, образно говоря, как можно, ну, как я вам сейчас на словах объясню. Понимаете, вот красный, вот он вот такой вот. Ну, я могу сказать, да, синего добавим, это будет холодный, желтого добавим, это будет теплый красный цвет, да, и так во все. Все равно вы должны видеть и чувствовать, вы должны понимать этот холод, вы должны понимать это тепло. И нейтральный, можно из двух оттенков сделать нейтральный. Вот у вас дома, допустим, золотая и нечемная помада. Вот вы ее купили, крастили самостоятельно губы, губы какие смотрятся у вас? Белые какие-то, пустые, невыразительные. И лежит темная помада, темно-лиловая какая-то, да, то есть самостоятельно тоже ее носить вам страшновато, тускловато. По контуру пройдитесь аккуратно, цветом темным или ловым. И с середины к контуру аккуратно распушуйте золото. И через несколько минут произойдет просто буквальным словом чудо. Помада начинает друг с другом взаимодействовать и давать что? Что-то нейтральное, но выразительное. То есть мы не можем сказать, что губы холодные, и не можем сказать, что желтое, вот золото это, да, вот четко оно прям падает и все на глаз. Нет. То есть нейтральный цвет и выразительное качество макияжа на губах. Вот это вы можете делать. Мы называем это словом микс. Миксуйте помады светлые, темные, нейтральные. Больше добавляйте теплого, вы получите результат более теплого. Добавляйте холодного, вы получаете результат холодный. То есть из всего на самом деле можно извлечь пользу. Когда она лежит самостоятельно, мы ее боимся. Такое есть. Это как бы из практики, из жизни людей. Давайте запишем слово макияж и его последовательность. Итак, чтобы макияж был у нас устойчивым и профессиональным, конечно же. У нас есть все для этого средства. Главное, чтобы было желание. А то, что я вам сейчас буду рассказывать, и мы будем записывать эту диктовку, это не значит, что я хочу повысить продажи. Я в первую очередь хочу, чтобы вы были у нас все красивые. И пользовались правильной декоративной косметикой. Ну и второй немаловажный. А почему бы и нет? Почему бы не повысить продажи-то? Оно само за собой все вот так вот тянется, да? Ну и давайте попробуем. Итак, макияж выполняется. Это золотые правила. Мы их обязаны выполнять, если хотите выглядеть привлекательно. Макияж выполняется на абсолютно чистую кожу. Соответственно, нам для этого понадобится средство очищения, метонизирования. В свою очередь, они не заменяют друг друга. Они выполняют четко свои только функции. Очищающие средства с под свойством расщепления загрязнений, удаляют их, основную массу. Тоники лосьоны выполняют роли генеральщика. Они доочищают остатки загрязнений вместе со средством, которое над этим трудилось. После чего идет защитное дневное средство. В свою очередь, оно служит великолепной основой под макияж. Которое вы подбираете четко по типу и состоянию своей кожи на сегодняшний день. Это может быть крем, разные текстуры в виде эмульсии. Это может быть гель, гель, крем. Разные. Для своей кожи что-то свое. Вы даете подготовиться этим средством кожи к макияжу. Через 15 минут остатки этого же средства вы просто удаляете обычной столовой салфеткой. Глазно белой. Ну, чтобы понять. И чтобы ничего не осталось на коже у вас. Представляете, когда-нибудь салфетка попадется, там окрасит кожу где-нибудь. Хотя, в принципе, сейчас таких не делают. В свое время было. Вытираешь руки, красные руки. Цветные вот эти, декорированные салфетки. Так. Это мы подготовили только зону лица, шею и декольте. Да? Нанесли дневное защитное средство. Необходимо подготовить губы. Для этого нам понадобятся бальзамы. Бальзамы выглядят вот так. Вот этот бальзам от припогоды. В прошлом году у нас выходил. У нас есть очень хорошая штучка 4270 бальзам-кондиционер для губ. У нас есть, ну уж наконец-таки, 1276 свечающий бальзам на основе членового воска. Наш розовый пресловутый бочелочек, да? Всем известный. У нас сейчас появились в этом каталоге, работают три бальзама. Какая там зима у вас уже вышла, да? Вкусные бальзамчики такие, направление серебиженс. Ими можете воспользоваться. И, естественно, остатки снимаем так же через 15 минут, как и дневное средство. То есть мы аппликационно убрали, губки готовы. То есть нам на поверхности, чтобы средство осталось, не нужно. Нам нужно, чтобы оно на глубину размягчило, все разгладило нашу кожу, и мы работаем. Для век все продукты, которые относятся к уходу за кожей века, мы также используем в роли основы под макияж. И в свою очередь защита, увлажнение, смягчение. Тем самым мы еще и ухаживаем за век. То есть как в вечерние часы, так и в дневные. Надень это еще и основы под макияж. Здесь удалять ничего не надо, потому что мы наносим минимальное количество спичечной головкой, всем известно, да? И все остается так же. Теперь мы берем с вами очень хороший по качеству продукт, основы под макияж. Вот это. Вот это. Напишите код 10740. Для чего мы это делаем? Основа. Чтобы эта основа держала макияж. Весь день. Наносится везде. Абсолютно. Там, куда ляжет цвет. Там, куда ляжет основа. Румяна, пудра и так далее. Тени везде. В минимальном количестве. Очень нежное, скользящее, такая силиконовое покрытие, которое будет помогать нам удерживать. Очень качественная вещь. Дальше мы берем тональную основу, которая подбирается четко под оттенок вашей кожи, для того, чтобы выровнять его и превратить в сплошной. Почему? Потому что если на себя посмотреть при хорошем дневном освещении, мы с вами разноцветные. Правильно я говорю? Есть такое? Где-то светлее кожа, где-то в голубизну, где-то серый, где-то желтая носогубная складка, и вот тут подбородок, около рта, затемнение какие-то. Вот и чтобы выровнять цвет кожи и рельефность, для этого служат уже основы для макияжа. То есть они выравнивают, увлажняют. Есть такие, которые обладают матирующим свойством, для баланса называется. Есть те, которые на обезвоженную кожу, интенсивно увлажняющие основы, да, обязательно встряхивайте. Обязательно тюбик всегда на потрясительном. То есть имеет свойство вот эта водная основа отслаиваться от основной, от жирной, да, и нам нужно их соединить, чтобы перенести на кожу. Для этого нам нужно иметь спонж и саму тональную основу. Растушевка идет по росту пушкового голоса вниз и в сторону. Сейчас, когда присядет модель, я четко все вам буду показывать. То есть сейчас идет теория, и на практике мы просто надо закрепиться. Теперь нам необходимо посмотреть на наши недостатки. Какие они могут быть? В первую очередь это прыщики, момент воспаления. Так, недостаток. Темные круги под глазами, недостаток. Темные участки с пигментациями, недостаток. Родимые пятна, плоские родинки, шрамы, рубцы. Все это может быть на лице. С помощью корректора, который выглядит вот так, из серии блюди, чуть длиннее, ну, это я вам просто показывала, вот такой нам нужен. Вот такой, не новый. Новые только идут на воспаление. Там, где есть внутри стержень с эфирным маслом или с баллом, это на воспаление. Нам нужен вот такой корректор. Представим себе возрастную кожу с глубокой зоной носогубной складки. Много темноты. Мы берем самый светлый корректор, либо за ним слоновая кость, то есть два светлых, есть фарфор и слоновая кость. Аккуратно наносим, выравниваем к основному цвету кожи аккуратно растушевкой кисточкой. И видим, что морщина как бы разгладилась. То есть светлая имеет свойство, что сделать? Приподнять ее, объемно создать, потому что там, где глубоко, там тень. Вот это проблема. Следующее. Темные круги под глазами. У нас, смотрите, какие суперлифтинги вышли в корректоры. Сегодняшний день работы, да? Голд и розовый, то есть золотой и розовый. Разницы абсолютно никакой нет. Я, например, вот на себе испытала, как бы пыталась понять. Потому что мы всю жизнь работали с розовым. Всегда у нас был розовый корректор, великолепно мы чувствовали с ним. А теперь дали еще год. Он сам по себе светлее, как бы выбеливает. Но я считаю, что может быть на совсем темные круги. Либо наоборот, на менее темные. Потому что вот никак я эту еще разницу не могу уловить. Единственное, что я только понимаю, что разницы нет особой. Вот это единственное. Ну, а посмотрим. Все это из практики, опять же, поэтому пока берите то, что для вас знакомое. Если на то пошло. Вот сомневаетесь? Берите розовый. То, что знаете. Освежили. Каким свойством обладает этот корректор? Помимо того, что он скрывает, как бы, слегка легким, легкой гримировкой обладает свойством таким основным. Плюс еще укрепляет стенки сосуда. Не дает застаиваться лимфе. Гоняет ее туда, куда надо. Плюс наше еще движение. Как бы аппликационным таким массажем мы даем лимфе разогнаться. Да? То есть обращайте внимание на то количество воды, которую вы пьете с вечера. А пьете ли вы по ночам? Особенно это касается спортсменов. Вот представляете, у нас весь день был турнир. По танцам или там океана какая-то. Человеку некогда было пить. Но ну что он там? И не разрешает. То есть глоток смочить куста, скажем так. Не напиваться. А естественно человек приезжает домой, он не может отпиться. Потому что он столько потерял влаги, потеивающих. Поэтому естественно с утра я хочу сказать, что хоть неприглядный вид у этого человека. Естественно. Потому что он упал, он устал. Естественно и он напился. Все это что? И произошел застойку. Вода встала просто в организме. Да? Надо чтобы все это гонялось и было в движении. Жизнь это в движении. Поэтому в массаже, там еще что-то такое. Двигайтесь, чтобы этого не было. И обязательно работайте с лицом. Еще один момент. Это здоровый сон на спине. Если вы уткнетесь лицом в подушку, отеки вам обеспечены. Если же вы просыпаетесь на спине, то хорошие внешние данные. Немножечко заметьте за собой, как вы спите и вообще по жизни. Не всегда же отекаете, согласитесь. Просто поработайте над собой, когда это происходит. И вы будете четко знать, потому что мы многое за собой не замечаем. Настолько все это скоротечно, что живем и живем. Вот сегодня плохо выглядит, да, хорошо. Вот как это так? Поэтому все это нужно за собой немножечко слить. Так, следующее. Мы с вами записали, скрыли недостатки корректорами и лифтингом. Теперь все, что мы сделали, это является сложным макияжем. Почему? Мы подобрали тональный основу под цвет своей кожи. Кстати, допустимый момент. Запишите один оттенок ниже, то есть светлее, и один оттенок выше, то есть темнее. Но сделайте так. Темно, оно тоже, понятие это растяжимое. У нас все оттенки, шесть оттенков по каталогу, они, да, они различны по интенсивности цвета. Но они и цвет каждый имеет свой. Если парфор, мы чувствуем происки белого. Если слоновая кость, то грязный, светлый цвет такой, бело-грязный. Если, естественно, бежевый, он желтый. Вы это почувствовали, что много желтого пигмента. И не всем желтый. Вы представляете, желтое лицо и желтое еще. Ну и вообще совсем желтое получается, да? Значит, нужно нанести такой цвет, чтобы вас освежить, чтобы убрать излишки желтизны природной. Либо наоборот красноты. А какой пигмент борется с этой проблемой? Желтый, соответственно, на интенсивно красное лицо. Там, где достаточно куперозная сетка вот эта вот на лице, да? Мы используем, может быть, даже придется локальный, естественный беж. То есть основной цвет кожи слоновая кость или фарфор, а локальные на места с куперозом, естественный беж. Так тоже можно. Я вообще, в принципе, никогда не работаю с одной основой. Я всегда ввожу. Вот я взяла их, значит, три. Приблизительно догадывалась, какое лицо сегодня будет. И буду работать с тремя. Я не возьму один тюбик и буду использовать только его. Это же я советую и сделать вам. Потому что летом мы что? Какие становимся? Более смугленькими, желтенькими. Что мы делаем в зиме? Зимой мы осветляемся. Поэтому свежести в лице прибавляется. С одной стороны свежести. С другой стороны что? Могут быть и эффекты тусклой, уставшей кожи. Ее нужно чем-то освежить. Для этого есть песочный. Он имеет в себе немножечко розовиночку. Поэтому смотрите, как интересно. Либо в слоновую кость, либо в фарфор. Мы немножечко добавляем песков, и кожа становится персикового цвета. Вот такие маленькие нюансы можно использовать для макияжа. Как летом, так и зимой, и в разное время. Следующее. Итак, я сказала, что мы провели эффект сложного уже макияжа. Вы посмотрите, подобрали средства. Мы скорректировали свои недостатки. Теперь все это сложное нужно зафиксировать. Потому что работа проведена грандиозно. Мы берем в руки пудру. И пудра не должна обладать цветом. Она должна быть прозрачной. У нас прозрачная, великолепная пудра. Рассыпчатая. Великолепная прозрачная пудра, где? Giordani Gold. Их две даже, да? Компактная и через кисточку. И выравнивающая из Beauty. Coriflame Beauty. Да, и еще у нас прозрачная есть в серии Visions. Помните? Компактная, с монтирующим эффектом. Девочки, возьмите этот момент на заметку. Потому что если у нас Т-зона с достаточным проявлением сального секрета, все у нас тут всегда блестит. А то и даже капает с носа. Бывает так, когда тепло. Да? Используйте монтирующую пудру. И это поможет нам сдержать вот это качество в основе своей макияжа. Но до полудня, скажем так. Что делать дальше? Дальше берем столовую салфетку, либо одноразовый платок. Сало убираем не в пуховку, пудры, не на кисточку вашу. Удаляем салфетку, либо в платочек одноразовый. А после берем пуховочку с пудрой и припудриваем. Чтобы это качество мотирования дальше продлить. Зачастую у нас бывают такие неприятные эффекты, видимые, когда мы едем рядом с какой-то там женщиной, и она так гордо достает свою пудрницу. А там пуховка такая аж, я тебе кажется, вот она ее сейчас, и она просто вот напополам сейчас лопнет. Хрум сломается. Вот так вот, да? То есть там аж вот эти вот засаленные такие участки с пудрой. Видели на это такое, да? Знаете? У кого-то у самих такое чудо лежит в зоне. Это надленность уже дарма. Пуховка должна хрустироваться по мере загрязнения, скажем так. То есть чувствуете не свежо. Помыть, постирать. С любым нашим пенообразующим средством, у нас очень нежные очищающие средства, положить просто на салонную салфеточку, буквально вполне, она высыхает, и вы вкладываете в пудр. То есть здесь тоже немаловажно. Это, во-первых, на вас смотрят, видят, чем вы пользуетесь. И, во-вторых, это момент личной гигиены. Тут очень много микробов. И, к сожалению, уже ваша пудра не отвечает тем качествам, которым должна отвечать. Почему? Потому что она в себя впитала ваш секрет. Да. Просаленная такая уже, жирненькая. Она уже... Но возим так же, вроде как бы, по привычке. Раз, так, мы его уберем. А на самом деле там никакого эффекта нет. Пудра не отвечает тому качеству, которому должна быть. Следующее. Вот пудра служит эффектом чего? Вот фиксация. Зафиксировали. Вот это все сложно. Теперь мы начинаем выполнять... Холст готов к картине. Мы начинаем выполнять макияж с верхней части овала лица. Что идет по последовательности? Тени в первую очередь. Тени. Наносятся сначала светлые тени. Потом по интенсивности идет эффект растушевки. И вы добавляете с эффектом коррекции. Где-то вытянуть глазик нужно. Где-то наоборот, круглый, нужно его зажать с внутренней, с внешней части угла. Идет эффект новейшего века. Соответственно, нужно приподнять немножечко интенсивный цвет, чтобы не создавать эффект массивного вот этого мешка, скажем так. Ни в коем случае на тяжелое веко не наносите светлый цвет. Исключая одну только зону прям под бровь. Потому что, если оно все будет еще белое, белое каким свойством обладает? Или перламутровое, светлое перламутровое? Увеличить. Вот она, широка страна моя родная. То есть, кстати, какой был и какой еще стал, мы его просто показали. Поэтому здесь как бы напополам он визуально разграничивается. Нижняя часть затеняется более интенсивным цветом, а верхняя высветляется с легкой плавной растушевкой, чтобы не было такой четкой границы, скажем. То есть, вот такой эффект. Вот мы скрыли эффект новейшего века, тяжелого века, падающего. Зачастую по природе, либо с возрастными изменениями, кожа века становится, это я про возраст уже говорю, менее упругая. И если не по природе, то именно с этим связано, с возрастом падает уголок глаз. Нижняя, да? То есть, надо стрелочку провести, а рука, она четко хотела бы подчеркнуть контуры нашей природы. А нам нельзя этого делать. Почему? Потому что тем самым мы подчеркнем что? Наш падающий глаз. Так зачем же его показывать, что он упал-то совсем? Что нужно делать? Здесь идет эффект коррекции. Вы как бы режете ту линию, которая сформировалась. Вот она, складка кожи легла. А нам нужно ее зарезать как бы, да? Но я думаю, что я вам покажу, хотя здесь вот, не знаю, мне сейчас еще сложно убить, но... Здесь вроде бы нет, да. Но вот эффект падающего глаза. Давайте я попробую вам нарисовать. Это нормальная посадка глаза, внутренний уголок глазика, да? И внешний. Должны быть они на горизонтальной прямой. То есть, напишите себе. Ну, по правилам. Вот идеальные пропорции такие, да? И вот он идет эффект падающего глаза. Вот где уголочек. Смотрите. Вот эту часть нам надо так откорректировать, чтобы посадить глаз на горизонтальную прямую, а то даже и выше немножечко раскосы такое сделать. Лисик, кошачий, кому как больше нравится. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, здесь должен работать, что карандаш, то есть, он рисует четкие, дает границы. Дальше карандаш этот, для четкости, он нам не нужен такой четкий. Мы его растушевываем кисточкой. То есть, вот тут такая дыночка идет. На глаз можете, от глаза, в зависимости от того, как правильно сидят глаза по отношению к носу. Тем самым мы проверяем. Смотрите, от крылышка носа, ставите себе карандашик или кисточку. От крылышка носа. Это если нормальный нос. Почему? Потому что нос бывает широким крылом своим, да? Знаете, вот такой нос картошкой, и мы от него будем мерить. Уже глаза-то у нас будут на висках, что ли, с вами? То есть, здесь тоже определяете, какой должен был быть нос. Самую ширину затеняете корректором. Вот еще один момент от сложного макияжа. Вы корректируете свои внешние данные. То есть, если нос большой, сотрем сейчас к эластикам, и все, не знаю, это так. То есть, корректируете крылья носа. Вот он очень широкий носик. Вот так. Вот сюда ложится тень из темного корректора. Допустим, он еще и длинный, значит, и это подбираем. И показываем светлой пудрой, или для этого понадобится еще и светлый корректор. Только то, куда я хочу, чтобы вы смотрели. Вот он визуальный обман. Знаете, что делает макияж? Кошмар. А умыть нас всех. А мы, как они все скорректированы до невозможности. Да? То есть, вот этот момент. Вот сюда можно, а сюда нельзя. И я вас уверяю, там, где темно, на вас не будут обращать внимания. Либо наоборот. Узенький носик, прям вот такой вот прямой и узкий. Что сделать? Осветлить крылышки. Придать им что? Размах, форму. Визуально, светлым оттеночком. Совершенно верно. Итак, что у нас получилось? Вот что у нас получилось. Может быть, тут даже эффект новейшего века, о чем я говорила. Вот она, тяжесть такая, мешка. И вот мы его, видите, мы его как бы напополам визуально, мы затеняем. И эту часть. И высветляем только подробно. То есть, вот такой эффект. Понятно, о чем я говорю? Круглые глаза. Круглые глазки. Их, ну, что с ними сделать? Представляете, если вы этот круг еще и подчеркнете. Возьмете прям и вот так вот. Оп. Многие так делают карандашком черненьким подчеркнуть. И два таких вот пятачка. Что сделать? Работа должна идти аккуратно. Затеняется вот эта часть. И вот эта часть. Здесь нейтральный цвет. Здесь светлый. Что получается? Глазки как бы за уже более узкие делаем миндальную форму. Придаем через тень. С внутреннего угла и с внешнего. И миндалинка такая получается. То есть, вот такой эффект. А если у вас вот эта зона с эффектом отека, здесь только темный должен быть. Наревелась там. Ну, я не знаю, сказал мне что-то обидное. И вы просыпаетесь утром, и вот такой прям баланчик тут, да, такой. Затемнет. Ни в коем случае светло не наносите. Оно и так есть. Да, вы еще светлые, да еще и перламутровой подводкой. Ну, в общем, вы, собственно, понимаете, что произойдет. Так, здесь мы с вами разобрались. Вот такая коррекция. На самом деле, это очень много. И говорить я могу очень долго. Но надо ли нам это говорить, потому что это более профессиональный уже эффект. Значит, я скажу одно. По правилам выполнения макияжа, середина лица должна быть более светлой. Туда, куда устремляется взгляд наших с вами собеседников. И скрыть нам нужно то, что, ну, еще является как бы не идеальной пропорцией. То есть это форма овала лица, это круглый овал, это удлиненный овал, очень удлиненный, да, это трапециевидное лицо, это квадратное прямоугольное лицо. И вот что делать тогда с этими уголками? Углы затеняются. То есть тут работает эффект либо темной тональной основы, либо корректоров, либо элементарно румяна. Румяна. А как наносить румяна? Спускаемся ниже, да, то есть через тень. Да, подождите. Не спускаемся. Еще мы никак, то есть через тень мы сделали коррекцию. Теперь же нам нужно что сделать? Подчеркнуть глаз. Идеально наносятся либо четкие контуры через классическую подводку, через кисточку жидкую, либо, конечно, было бы неплохо, если бы это было даже карандаш. То есть четкость придать, четкие формы. Если они правильные, мы подчеркиваем правильно. Если неправильные формы, то мы с эффектом коррекции делаем, да, то есть надо поднять стрелочку наверх. Почему? Потому что глаз имеет падающую форму, то есть вот такие моменты. Близкую посадку напишите, пожалуйста, одно золотое правило. Нельзя подчеркивать глаза четко там, где они начинаются, потому что мы тем самым покажем, насколько близко они у нас находятся. То есть вот этот момент. Следующее. Значит, соответственно, мы отступаем где-то четвертую часть от длины роста верхних ресниц и начинаем подводить эту четкую линию. Но с эффектом что? Вытянутые стрелочки. То есть наша задача глазки слегка раздвинуть. И обратно, если глаза очень широко поставлены, вытянуть внутренний угол глаза, приблизить их по правильной посадке и стрелочку сделать нехвостатую, а тупую. Знаете, такая недоведенная до конца. То есть вот такой эффект. Если у нас очень узкие глазки. Знаете, такое делают... Вы кто у нас? Вьетнамки. Видели, как они подчеркивают глаза свои? Они там, где начинается рост верхних ресниц, они просто приходят, кем и свет кладут. А темные горизонтом выкладывают и вытягивают стрелку. Видели такое? Видели. То есть когда она опускает глаз, у нее вот здесь тени начинаются, полоска. Для чего она это делает? Она их визуально открыла. Конечно. Можно из внутреннего... Вот тут вот прям нижнее внутреннее веко подчеркнуть светлым карандашом белым. Кто-то меня спросил, зачем... Да, двухсторонний карандаш, белый и черный. Но черный, понятно, четкие очертания глаза по правильной форме, а белый для черного. Вот для этого. Увеличить глаз, открыть его. Вот такой замечательный тоже эффект. Так, ну что еще мы... Да, и естественно, это мы говорили про то, чтобы как правильно подчеркнуть. Завершение макияжа в области глаза без туши просто не имеет никакого эффекта. Тушь должна быть. Тушь это завершение, это все. Идеальный макияж, дневной, если мы говорим, делите на природу, на нашу. Те типажи, которые светлые, нежные, спокойные по внешности, не бросающиеся глаза. Черной тушью пользоваться не обязательно. Серый, приглушенный черный, коричневый, синий, да, то есть вот такой эффект. Потому что вы очень нежный типаж, достаточно освещение, и одни черные ресницы на лице получаются. Как-то так вот, ну... Нет баланса такого, нет спокойствия в макияже. Гармония, да, собственно. И наоборот, те люди, которые имеют яркую внешность, там только черный. Для вечернего макияжа любому типажу только черная тушь. Цветные просто бесполезны, они пустые, их не видно. Только черная тушь. То есть нам нужен выразительный профиль. Опускаемся ниже, мы подходим с вами плавно к макияже на лице непосредственно. Это румяна. Через румяна, как я уже говорила, можно что еще? Помимо того, что мы придаем свежесть лицу, да, придавая. Что еще? Коррекция. Представим себе щечки такие, как у хомячка. То есть вот здесь они начинаются, и вот так спускаются, такой овальчиком. И вот тут как-то подвисало. Видели такие внешности? Что сделать с таким лицом? Я не знаю, что это ужасно плохо, и там еще что-то такое. То есть нам нужно нанести румянки так, чтобы вот эти участки четко выраженные скрыть. Этой ролью и обладают наши румяна. То есть они как бы заводят их в тень. А представляете, если так, вот такое, ну и там еще и румяна, то есть вообще до дыр. Аккуратно. Румяна должны такие быть нежные. И ложатся они только на объемные участки. С плавным переходом на что? Места проваловка. Бывает лицо немножечко с такой вот ямочкой в зоне виска. И чтобы дополнить его, сюда наносятся светлые корректоры, либо светлая тональная основа. Чтобы как бы долепить форму овала лица, скажем так. То есть вот светлым выводится, сюда тени светлые можно вывести и так далее. Узкий лоб, то же самое. Вот здесь наносите светлое, и он как бы визуально у вас раздвигается. Вот такие эффекты. Он создает объем, массу светом, и очень красиво смотрится. А если вы вытянете туда серые тени, темные, там станет еще лучше. Логично, логично. Еще, дорогие мои, мы должны, просто обязаны, я считаю так, вернуться к глазам и подчеркнуть для тебя немаловажный момент. Это наши брови. Когда брови красивые, четкие, контур бровей мы видим, да, мы видим всю внешность, мы видим всю мимику человека, что он нам показывает, как доволен, либо наоборот обратная реакция. И представим себе светлые-светлые брови. Представим себе, что мы сделали весь макияж и забыли про бровь. Представьте себе эту внешность. Пусто, верхняя часть отсутствует, бровь нельзя забыть. Вот с нее нужно и начать. Поэтому мы прям пишем, бровь, немаловажный факт. То, что подчеркивает нашу внешность, то, что подчеркивает нашу форму овала лица, и то, что подчеркивает через мимику. А мы люди эмоциональны. Да? То есть брови повел, все понятно уже стало. Брови сдвинул, ясно все, без капитания. Ну и когда они приподнимаются, мы говорим, боже мой, какая я предка. Тут тоже само слово. Поэтому бровь должна быть. Если же таковой нет, но бывает на природе очень светлые брови, для этого существуют карандашики. Карандаши у нас двухцветные. Темный карандаш и светлый. Светлый, как вы думаете, для кого? Для истинных блондинов. То есть если нанести темные брови, а сейчас такой пример. Представим себе. Бабульчик одуванчик. Приходит, вот такая вся сиденькая-сиденькая, в виде серебро прям такое. И черные-черные брови идут. Идут только брови. Мы бабульки не видим. Логично? Это красиво? Нет. То есть вот для этих бабулечек мы должны подобрать такой цветом карандаш. Я думаю, что это будет немножечко прохладу серой, такую, можно даже немножечко сереброй. Есть такие карандаши у нас для глаз. И это актуальные цветы того, чтобы подчеркнуть именно ее бровь. Рыжая женщина такая идет. И мои черные брови. Есть в этом гармония? Нет. Но нужно подобрать такой коричневый карандаш, чтобы немножечко в бронзу уходил. Чуть-чуть рыжинка или красный пигмент там прочувствовался, да? Можно сделать это через тени. Можно сделать даже смиксовать карандаш для бровей и контурный карандаш для губ. Как вам? А потом кисточкой для бровей. Вы расчесываете. И выходит то, что вам нужно. Но... Как проверить начало роста бровей? Вот как их нарисовать, допустим, да? Уж я не говорю про формирование. И где же все-таки хвостик должен закончиться? Потому что мы четко понимаем, что бровь состоит из трех частей. Это голова, это туловище и хвостик. Голова, опять же таки, выставляем кисточку. Если правильный нос, открылышка носа и начинаем формировать себе голову. А если сросшаяся бровь? Зачем мы тут вот это носим? Сросшаяся бровь, эффект дает чего? Хмурости. Некрасиво, но вот тут вот начинается. Все это удаляется. И формируется там, где это нужно. Дальше у нее есть самая бровя. Верхняя точка. По природе она есть у вас у всех. Абсолютно у всех. Но какие-то шаловливые ручки иногда сверху начинают там что-то корректировать. Сверху ничего не трогайте. Если только через салон, вот они дадут вам добро, да? Что там, ну действительно, бывают такие случаи криминальные, там, ну очень много, и в хаотичном порядке они растут по непонятной причине, либо гены виноваты, да? То там понятно. Там уже, ну куда деваться. А так вы формируете бровь только с нижней ее части. Только. Где найти эту верхнюю, самую верхнюю точку? Вы смотрите на себя прямо, улыбаетесь в зеркало. И внешний край радужной оболочки, то есть то, что идет после зрачка, цветное, это внешний край, проводите, опять же таки, вот смотрите в себя визуально. То есть тут не надо ничего ставить, я просто, чтобы вам понятно, ставить вот здесь она где-то. Понимаете, что вот на верхнюю точку. Видите, вот у меня она четкая. Это правило. Есть исключения из правил. То есть близкая посадка глаз, либо широко расставленные глаза и так далее, и так далее. Маленький лоб, узкий бывает такой, да? Либо широкий лоб. Мы можем бровь как поднять, тем самым сделать более аккуратный лобик, либо, наоборот, пологую ее положить. Потому что если мы приподнимем бровь, где там лоб-то вообще-то будет? Сразу уже рост волос на голове начинается. Понимаете, все очень индивидуально. Все нужно просматривать четко, то, что вы имеете. Изучайте себя дома. И пользуйтесь косметикой. Итак, мы просчитали верхнюю точку, теперь где-то должен закончиться хвостик. Мы соединяем крылышко носа и внешний угол глаза. Вот эти две точки. Мы понимаем, что хвостик должен закончиться именно здесь. Либо бровь не видна этой четкости, да? Вот там, где он должен закончиться, наш хвостик. Либо, опять же таки, ручки наши там походили. Ну, просто с той целью, простой, что мы одну бровь немножечко увлеклись, а вот вторая получилась длиннее. В общем, собственно, надо с этой хотя бы сравнять. И удаляем эти волоски. И брови становятся короткие. Нет, чтобы дорисовывать одну, вам дорисовывать придется две. Да? Но все равно легкую дымочку туда нужно, чтобы они были одинаковые. Потому что раз будет тени и карандаш, цвет уже появляется самостоятельно, значит, нужно сделать так, чтобы они были одинаковые. То есть, вот это понятно, да? Цвет, по правилам, волос должен, как бы, ну, должен быть похож на цвет волос. Должен быть похож. Но в пределах разумного. Синие не рисуйте, красные тоже. Так, следующее. С броной справились. Так, опускаемся и рисуем губы. Скорректировать форму нашего рта. А рот может быть также разным. То есть, либо человек из-за своей лени, зачастую мышцы на лице работают более интенсивно слева, либо справа, да? И неполным ртом говорит человек, а так, а-а-а, бочок. Знаете, такое тоже, да? Бочком, бочком говорили. Потом говорят, кривой рот, там, ну, еще что-то. Ну, правильно. В детстве из-за того никто не смотрел. И там много моментов. Рост зубов, тут все много связано. Воспаление лицевого нерва, может быть, перекос рта. Может быть, ну, я не буду уже совсем грустным. Вот. И еще немаловажный факт, это уже возрастные изменения, поэтому никуда не денешься. Падающий угол рта. Сейчас я вам нарисую. То есть, это, в принципе, тоже самое, очень похоже, на что мы рисовали и с глазами. Да, падающий его угол главный, а это падающий рот. Угол рта и за счет того, о, что это? Угол рта и за счет того, что кожа на лице становится менее упругой, носогубная складка тянет рот вниз. Такой эффект бывает там. Но рот должен быть по правилам на горизонтальной прямой. Нарисуйте горизонтальную прямую, нарисуйте ротик, в смысле губки. Я рисую вам непропорциональный рот. Что-то у меня очень хорошо получается, хотелось бы хуже. Ну, вот давайте так. Значит, генетика такова, что левая сторона верхней губы гораздо ниже, нежели правая. Уже верхняя губа, нежели нижняя. Ну, и эффект падающего рта, то есть из-за носогубной складки, а рот у меня падает вниз. Угол рта. Что нужно делать? Во-первых, нужно посмотреть наверх. Прежде всего, работа вся начинается с верхней губы, и с середины верхней губы, и с середины нижней губы. По правилам макияжа нужно же от чего-то оттолкнуться. В середине, как правило, у нас находится нос. Если он у нас в правильной форме, не свернут влево или вправо, не свернут, значит, мы рисуем. Да, я вам во всех красках расскажу, что бывает. Потому что потом придете и скажете, я вот по своему носику рисовала, как кривовато получилось. Вот, то есть нормальный нос, нормальный нос, крылышки носика, середины, а как добиться этой середины? Из ноздрей, визуально, две прямые, ничего не надо там рисовать, набрасывать, как иногда говорят, ну, набросайте там карандаш, ничего не набрасывайте, видите себя в зеркало, понимаете, что вот они. То есть для чего вот это мы делаем? Для того, чтобы понять, что в самые верхние углы губ должны быть, то есть верхняя точка-то у губы должна быть. Есть бесформленные губы, такие, как батоны, у них вообще отсутствует верхняя точка, видели такой роль? Бывает такой, по природе. Итак, мы четко знаем, что здесь теперь нашли золотую середину и подбираемся, то есть эта часть губы нас устраивает, а здесь продолжаем контурным карандашом. Выравнивать ее. Когда вы работаете контурным карандашом, контур впоследствии через кисточку растушевываете на губы для естественности. Вы в курсе, что на сегодняшний день макияж актуален? Какой на губах? Единый цвет помады. Единый. Он один. Не тогда, когда в 80-е черную фонду ярко-розовая помада. То есть они были очень отлично друг от друга. Вот заметьте, и в наших каталогах именно такое. То есть если есть ярко-красный, значит красный. Если розовый, значит розовый. Коричневые все коричневые. Так. Итак, растушевочка идет на губы контурного карандаша. Обращайте внимание на углы. И здесь поинтенсивнее нанесите. Поинтенсивнее от углов. Работает контур с хорошей растушевкой на губы. Что же делать нам вот с падающим ртом? Мы подчеркиваем природную кайму розовую нашей нижней губы. Нас все устраивает. Немножечко приоткрываем ротик. Немножечко. Во-первых, эту часть мы рисуем вот так. Как бы слегка приподнимаем верхнюю губу. Чуть-чуть. Видите, тут хвостики у меня такие. А здесь, когда мы приоткрыли рот, мы соединяем их. И когда соединяем, закрываем ротик, рот садится на горизонтальную крылью. Вот здесь аккуратнее с этими усиками, с хвостиками. Потому что можно вывести, и будет четко понятно, что что-то там торчит не то лишнее. Вот этого не должно быть. Здесь уже косметическая палочка, или уже ваше, скажем, качество рисунка в области рта. Четкие границы. Многие женщины говорят, господи, да я свои губы знаю, я не знаю, что я в темноте, в темном лифте. Просто в темноте могу нарисовать, и никто мне ничего скажет. Сидел полчаса в рисунке. То есть настолько мы себя уже действительно знаем, настолько чувствуем все это. И настолько тверда наша рука в этом отношении. Так, значит, с губами понятно. Так, ну что вам еще там сказать же? Давайте теперь уже на практике. Чего уж уж. Так, а нашу модель, я прошу, со стулом на сцену. И будем быстренько ваять. Мне хотелось бы вам показать макияж очень доступный. Не-не-не-не, будь с удовольствием. Да. Вот так. Мне хотелось бы вам показать макияж, доступный для каждой из вас. То есть мы сейчас займемся основным. Это выравниваем цвет кожи, скрываем недостатки в виде затемнений в области рта и на века. И тот макияж универсальный, который может сделать каждый из вас. То есть я не буду показывать эффект какой-то безумной коррекции. Какие-то непонятные там и для вас может быть недоступные нанесение теней, вот эти все эффекты растушевки и так далее. А у нас есть очень хорошие румяна в шариках. И с помощью этих румян мы можем сделать быстрый и качественный макияж. Ну, вот давайте, собственно, этим и займемся. Итак, первое, что я делаю, я беру тональную основу. Да, конечно, разворачиваюсь так, что у вас... Вот, отлично. Хорошо так? Можно. Можно. Чтобы сделать более свежий тонкий лиц, как лучше? Светлей вы берете на один оттеночек светлей. Но у нас там два фарфоровые и слоновые кольца. А данную мы сейчас будем примерять, я еще сама не знаю. Я думаю, что слоновые, да. Вот смотрите, разница фарфора и слоновых кольц, смотрите, явная. Он белый фарфор практически. Видите? На лице это будет, ну, как шпаклевка. Сам по себе, самостоятельно, он мне очень белый, именно вот на это лицо. Поэтому смотрите. Ну, вот, чтобы явно дать вам понять, какая разница. Вот он. Неплохо, но много белого. Много белого. Смотрите, что мы сделаем сейчас. Мы фарфор сведем со слоновой костью. И посмотрим сейчас. Смотрите, меньше белого. Гораздо меньше. И свежее внешность. Ну и давайте переходим. Сейчас, сейчас, сейчас. Она везде повернется. Я сейчас быстренько нанесу везде. А когда я буду растушевку проводить, вы все увидите. Пока мы, пока я все делаю, вы быстренько фиксируете. Но, в принципе, вы же все это записали, поэтому вам ничего не нужно. Вы смотрите и изучайте внешность. Посадку глаза, форму носа, форму губ, овал лица. Где у нас какие недостатки, можете медиктовать. Лицо повыше подбородочек, хорошо? Тональная основа правильно растушевывается. Смотрите, до середины шеи, о том, о чем я вам говорила. Не давайте четко, вот многие рисуют вот так вот, четко подчеркнут контур овал лица. И на этом все. Нельзя так делать. Маску одел и пошел. Вот такой эффект получается. Заходим на мочку уха с плавным переходом от лица на мочку уха. Видите, как туда посвежевывается? Так, теперь берем корректор. А вот что я здесь делаю? Вы видите, лифтинг я взяла, да? И в карандаше корректор. Карандаш сам по себе плотный. Лифтинг какой? Жидкий, полупрозрачный. Я делаю что-то среднее. Почему? Потому что мне необходима кожа с возрастным изменением. И здесь, возможно, больше корректировки понадобится. Я вожу один в другой и через кисть переношу на зону века. Наверное, глазки смотрят на потолок. Мама. Смотрите разницу одного глаза и другого. Вот убираю. Видите, очень такая ложбиночка вот здесь. Прям провал. Здесь больше светлого нам нужно наносить. Наверняка здесь будут работать впоследствии и тени светлые. Почему? Потому что мне нужно эту ямку убрать. Как бы объемом сделать. То же самое делаем и здесь. Внутренний угол глаза хорошо освежить. Очень темно, прям под ростом нижних ресничек. Ямку. Ямку помню. Ямку. Ямку. Вот я вам показываю, видите, ямочка вот здесь, вот я его освежаю, и гоняем лимфу, вот они, аппликационные движения, вы можете пальчиком делать это, так, укрыльев носа скорректировать, затемнённый участок, губы, и, когда мы работаем корректором на губах, это хорошо для того, чтобы впоследствии вы могли бы нарисовать себе такой рот, который нужно нам с вами, о том, о чём мы с вами говорили, дальше, вся эта основа впоследствии служит основой под макияж более устойчивой в зоне губ, то есть, когда идёт кондур, он более устойчиво плотно садится, ну и помада соответственно, то есть, не бойтесь наносить такие вещи на губки, и чёткость подчёркивается, обязательно, но это ещё не всё, эта зона должна быть обработана чем? Пудрой, абсолютно верно, вот он фиксатор, то есть, здесь то, что мы сделали, это супер, но здесь ещё должна быть пудра, это очень важно. Итак, идёт действие пудры. Пудру доставать, вы знаете, как из этой коробки? Сам продукт, то есть, крышку открыть, это понятно. То есть, да, вот этот эффект. И вот это количество нам сейчас хватит. Если нет, недостаточно, значит, мы берём ещё и делаем то же самое. Пудра наносится везде. Не забывайте, что у вас есть что? Ушные раковины, дорогие мои. Туда тоже наносим. Вот я работаю над губами. Особое внимание уделяйте месту, там, где будут наноситься тени. Смотрите, тени мы работаем с кисточкой и аппликатором на верхнюю часть, ну и на нижнюю тоже. Где им свойственно оставаться, когда они осыпаются внизу? Здесь хорошо нанесите пудру. Почему? Потому что если будет влажная основа, ну-ка попробуйте удалить их оттуда. Я уже не говорю про руки, даже кистью вы не удалите. Обязательно это место хорошо обрабатывается пудрой. Матовость придать этому месту, матовость. Матовая ровная кожа и начинаем болеть. Помните, я вам говорила, что нам нужно сделать что-то универсальное. Для этого нам понадобятся румяна в шарике. У нас их два вида по подбору, по существованию вообще-то цветов. Коричнево-желтые бронза, коричнево-розовое, естественно, на сияние. Идеально было бы, вот в данном случае, сделать с розовыми шариками. Там свежит. Освежит. Поэтому у меня есть такие румяна, как, просто взяла из собой только бронзу и вот такие вот каштаны. Вот они с розовиночкой. И что мы делаем? Мы слегка в бронзовые шарики, слегка в каштан. Родился тот цвет, который нужен мне. Для проверки вами рожденного цвета служит ваша рука. Она у меня увлажнена, у меня тут тональная срица, была корея, которая куча всего. Он подходит. Видите, розовиночка проявляется. Это то, что надо для нее. Если мы сделаем холодное, ну, как бы вы видите, одежда, темные волосы и в лиловый оттенок можно сделать. Но вот я ее вижу, например, такой. Мне хочется ее просто с нейтралить, чтобы она естественной красотой не пошла с посторонним цветом. Мы же понимаем, что лиловые и бордовые, оттенки румян, там какие-то они неестественные. Вот он, здоровый румянец. Вот это мы и сделаем. Теперь вот она у нас, форма глаза круглая. Видите вот эта часть, объемная такая, да? Мы нанесем сюда глаз с поволокой, сделаем, немножечко затяним через тень. Смотрите, что мы сделаем. Вот такую небольшую коричневую полоску нейтральную и растушуем кисточкой. На меня посмотрим. Тем самым мы убираем вот эту объемность. Понятно, о чем я говорила, да? То есть вот этот участок, он как бы объемный такой глаз делает. Вот наносим коричневый карандаш. В темное веко я бы нанесла цвет слоновую гвоздь. Либо, смотрите, видите, какая разница? Освежим немножечко веко. Она и служит хорошей основой, как пудра. То есть такие универсальные тени должны быть у каждой женщины. У вас в серии бьюти новые тени, однотонкие, матовые, шампанское. Обратите на него цвет, пожалуйста. Да. Да. Убираем. Продолжение следует... Смотрите, свежие глазки какие становятся. Так, на меня чуть-чуть. И следите за своими глазами. То есть, если вы видите, что там глаз закис, обязательно удаляйте вот эти все ваши там грязнульки. Знаете, о чем я говорю, да? Собирайте внутренние части. Глаз должен быть светлым, лучше зарить. Так. Подобрать глаз. Смотрите, вот идет эффект такого немножечко... Но это из-за того, что упругости века мало нижней части. Очень открыта зона вот этого внутреннего века. Затемить карандаш. На верх глазки. Не бойтесь, сморкайте спокойно. И немножечко вытяну миндалин. Вот, не хочется. Немножечко глаз... Как бы вот сжать с внешней стороны. Закройте глазик. Хорошо. Так. И растушевать. Глаз открывается и смотрится на дырку. Карандаш очень хорошо растушевывается. Наш карандаш вирменский. Очень удобный, мягкий карандаш. Вот я растянула глазик. Посмотрите, пожалуйста, туда. Сюда. Видите, размыл я. Убрала эффект круглого глаза. Здесь можно еще вытянуть. Еще раз. Наверх глазки. Вытягиваем глазки. Немножечко в сторону. Потрать глазки. И проверяйте всегда, что у вас глаз посажен на горизонтальную прямую. У меня. Теперь мы делаем одними румянами всего лишь красивый освежающий макияж. Мы берем освежающий вот этот цвет, персиковый, который получился за счет у нас двух оттенков. Бронзовый, румян и каштановый. Видите, по косточкам одолевывается. Либо вы просто берете естественное сияние, одни румяна в шариках, и делаете то же самое. Представляете, движение. То есть я помогаю себе рукой левой немножечко подтягиваю верхнюю часть брови. И снизу вверх потихонечку карабкаю с кисточкой. То есть даю эффект растушевки. Прямо по косточке. Вы ее прекрасно видите. Вот она овалом таким, да, лежит. Вот такую растушевочку даю. Это очень освежает взгляд. Вот это мгновенный макияж, можно сказать. Часто люди, скажем, бизнес-леди, ей некогда там что-то вырисовывать. Подвела глаза, четкое очертание через тушь, освежила и побежала. Вот подбровь, конечно, желательно свежего, то есть более открытый глаз. Белые тени можете использовать, они сюда актуальны, потому что холодное направление в одежде. Так, на меня чуть-чуть. Обращайте внимание, наши напушки возле глаза. Убирайте их даже светлыми тенями, слоновые, кости бобелесыми. Так, подчеркнем тушью. Она есть, но ее мало. Сейчас аккуратно, глазки высоко не поднимайте, потому что реснички могут отпечататься. Смотрите сюда. Так, застыли. Моргать можно, но глаза выше не поднимайте. Найдем нижние реснички, потому что многие женщины говорят, а у меня нет нижних ресничек, я их и не крашу. Быть такого не может. Находим, находим, прокрашиваем. Бывают редкие, бывают маленькие, но они есть. А какая черная или нет? Черная. Здесь черная. Брюнеджиш. Вот такие открытые глаза у нас получаются. Так, и теперь у нас пошли румяна. Смотрите, где чего, так ровненько. Не жуем ничего, все ровненько. Хорошо. А если не улыбаться? Нет, а если улыбаться? Ровно. Так. Человек чувствует, что румяна, они обладают свойствами, конечно, сказочными, я бы сказала. Освежает лицо, и человек становится моложе. А мужчина иногда завидует, говорит, ну почему ему, а кто вам не дает? Господи, одевай и иди. Главное дело, да? Никто же не... Если ты правильно это сделаешь, правильно нанесешь, никто не скажет, что ты пользуешься косметикой. А вообще лучше спортом заниматься, да. Вот смотрите, какой лук. Здесь правильно человек носит челку. Вот эти объемные участки. А представим себе, что мы что-то сделали себе более объемное, и челка у нас пошла как бы зачесана вверх и вбок. То есть очень красиво тоже вот такая объемная прическа. Вот эти объемные участки мы просто тонируем через румяну. Ну, подбирается. А вообще для повседневной жизни челочка, конечно, нас спасает в этом случае. Так, теперь нам нужно сделать рот. Одеваем рот посочнее губки. Я извиняюсь, что даже не бог мужик вам, потому что мне нужно четко, ровно, чтобы я видела так. Рот идет... Вот вы сейчас ровно сидите. Не поджимайте рот. Вот он спокойный, как вот вы общаетесь с ним. Чтобы не видна была линия. Здесь рот немножечко идет. Верхняя, получается, точка справа. И другой угол рота более ниже. Поэтому мне сейчас придется выравнивать рот, ставить на горизонтальную прямую. Чуть повыше, покорочек прошу. Сидите, прям расслабьтесь. Чтобы я понимала, где я чего не видела. Поехали. Продолжение следует... 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 Так, освежим мы его, ну, наверное, давайте я вам покажу эффект помады такой холодной, из золотого контура, и как это красиво все смотрится. То есть, смотрите, без помады даже работаю только с контуром. На сиреневое направление в одежде мы даем вот такого-то баклажанового у нас есть сливовый карандаш в Visions. По нейтрально-коричневому цвету я потихонечку подключаю вот этот вот сливовый и вывожу на губы. Кисточкой, когда я буду растушевывать, у меня губы приобретут что? Какой-то оттенок, естественно, сливовый, да, то есть, ну, он будет такой не очень выразительный, но тем не менее. Цвет-то у нас получится четко, понятно, куда он уводит, скажем. Так, и... Вот идет растушевка на губы, губы приобретают цвет, все причем. И как с нейтраль? У нас есть Джордане, была, наверное, так сказать, лучше, да? Золото, помните, наборчики такие были у нас, карандаш синий и коричневый какой-то зеленый, и вот такие вот интересные оттеночки помады. На середину, то есть нам блеск нужен для объема, ну, хочу вот я объем ей дать, как вы, желаете? Пусть будет объем. И растушевочка идет на цвет, и основное, конечно, золото остается на середине. Ну, не навязчивое золото, спокойно достаточно смотрится. Хорошо. Далее 10 скину. Излишки не бойтесь убирать на салфетку, на руку, куда там, как вы делаете макияж себе. Потому что, на самом деле, чем толще слой помады, тем он просто лишний, вот, реально лишний. Он остается у вас на зубах, он остается у вас в складках губ, в уголках рта. Ну, зачем он нужен? Он прям, ну, тяжелый такой, да? Хорошо растушевываете, и цвет вам долго-долго прослужит. Гораздо дольше, нежели вы очень много нанесете. Так, и можно улажнить бальзамчиком. Он как раз сейчас размоет все нам. И будет. Чуть повыше. Да, ну и, конечно же, аксессуар такой, как кисть, для нанесения губной помады, блеска, либо маскирующего средства, без него нельзя. Почему? Потому что мне нужно подлезть в уголочек, там, где я провела коррекцию губ, да? Ну, как вы можете открыть футляр помады, и там, ну, такая она толстая, и как-то все это там сделать. Знаете, сколько работы я делаю? Одну, другую, он-то растушевает. Все это надо кисточкой. Губы идеальную форму не приобретут у вас. И только после вот этого всего, вот вы получаете, что у нас получилось. Встречайте. Можно? Дело в том, что я думаю, что это лопут, но как-то у многих классников по работе студентов. А то же такое. Вот клиент берет каталог. Вот он видит, это серийный, а то замечательное наградание, и тут опять же он за счастливый. Вот она, и на мазок. И вот он читает. Все приедет. И разложатся морщинки, и стыняющий цвет лица приобретает, и все прочее. Я могу объяснить, что, извините, Рома, тебе нужно вкладывать. Как минимум с этого мы начнем разговоры. Ага. Вот. 260 рублей до 260. Ой, тогда вообще ничего не надо. И заканчиваются разговоры вот эти. Бывают такие случаи? Возникают правильные. Бывают. А, ничего, абсолютно. Устали, может создаться впечатление. Особенно при первой встрече. Значит, корректор. Значит, корректор. Вводите, меняете цвет. Вы можете скорректировать цвет через корректирующий карандаш. Нет, Ирча. Есть немножко горок. Вот, например, я прихожу в магазин. Да, и вот, ну, в магазин. Я говорю, вот, девушка, у вас там есть, мне нужно подобрать тональную основу. Вот, о, это вам подойдет. Ну, она же не будет говорить, возьмите две, возьмите корректор, и она не будет вот так соревновать. Вы-то не в магазине, и она не в магазине. Я вам расскажу, это психологический момент. Вы должны говорить не одним днем, а должны говорить, люди, у нас четыре природы. Лето, весна, осень, зима. Природа, нашей, тогда, когда мы живем. И вот то, что я вам преподаю, я говорю, летом вы такие, зимой вы такие. Может быть, сейчас, пока со скидкой, вы можете приобрести? Нет? Тогда я жду вашего звонка, вы приобретете еще одну. Вы сами поймете, что вам эта тональная основа дополнительно понадобится. Вы не давите на клиента, что вам надо. Она чувствует, вы ее навязываете, вы ее втюхиваете, как вы своим словами там говорите, да? Это психологический момент. Этому надо учиться, да. И тем не менее, ну хорошо, она отвечает мне так. Лето, я сейчас вот могу, вот у меня, действительно, тоже мой человек, вот, я очень хочу, я сейчас могу взять только одну. Я следующую буду сейчас скидка. Пусть берет, да. Вот об этом мы и говорим. Вот какую-то первую руку, в данном случае такой цвет лица. Вы берете слоновую кость безошибочно. Она же так. А ваши люди, они дилетанты. Я делаю профессионально. Я как шоу вам устраиваю, чтобы четко вы видели, что это делается, как это выглядит. А в домашних условиях это было бы не страшно, если даже сейчас я сделала бы макияж через слоновую кость. Потому что они это не видят, то, что вижу я. И то, что вижу я и делаю сейчас это, не каждый может повторить даже дома. Хотя я ничего сложного не делала. Понимаете? Просто по той простой причине, что совершенно верно. Нужно приобрести две тональные основы. Это уже. Есть же это по запасной же ряд. Мы делали что? Фарфор и слоновая кость. Она берет беспроигрышную слоновую кость. Фарфоровый корректор. Фарфор, он светлый-светлый, как туда слоновые кости. Выводится, и вот оно, пожалуйста. Корректор же не стоит столько, сколько стоит тональная основа. Все, ваша проблема решена. То есть это даже не проблема. Это просто, если у вас сложности с клиентами, вот именно по моменту, как предложить правильно. Подходите и рассказывайте. Я-то не преподаю, как вам продать. Я же вас не заставляю покупать 3-4. Я вам говорю, как консультантам, потому что у вас огромная возможность приобрести эти тональные основы в подарок. Скидка 50%. Там по какой-то акции выиграть. Вы, это вы. У вас своя жизнь, безусловно. Потому что я преподаю вам. Только вам. А вы уже с клиентами должны работать на уровне немножечко другого. Правда. Будьте здоровы. Вы со мной согласны все? Всем до свидания. Спасибо большое за внимание. До свидания.